Ирония судьбы. Некоторые мужчины с каждым разом думают, каждый раз думают, что их ожидает что-то лучшее, что-то большее, что они достойны на лучшую женщину, что впереди их ждёт встреча с ещё лучшей женщиной, с идеальной женщиной. А женщины наоборот. Каждый раз думают, что вот этот мужчина – это её последний шанс на счастье, что лучшего уже не будет. Но оказывается всё наоборот. Что за мужчина придёт? Нет, соперница вышла. Всё, я поняла. Это вышла соперница. У соперницы нету детей. По этой привязке. Она его привязала. Всё, девочки, я поняла. Это вышла соперница. А что за соперница? С ним женщина живёт. Раз она вышла, то есть она имеет отношение к этому мужчине. Всё. Она имеет отношение. Может быть, это мама, какая-то родственница, жена. Но больше это, конечно, жена по привязке. Значит, она его привязывала. И из-за этой привязки они бесплодны. Ни у неё, ни у него нету детей. Очень сильно вам завидует. И вот она добилась своего. У кого-то действительно могли выкидыши происходить. Или болезни по-женски. Так, ну и у неё тоже. По этим привязкам. То есть тут так запутано. Из-за того, что она делала привязку. И эта соперница пострадала, естественно, в первую очередь. На здоровье ей. Ударила по её здоровью. И у вас тоже. Может быть, проблемы по-женски. Бесплодие. То есть вот она добилась своего. Всё равно. Привязывала его. Она этого добилась. Какая-то как чёрная вдова рассказывают. Что с ней мужчины все как гибнут. Или умирают. Или болеют очень сильно. Вот как чёрная дыра какая-то. Женщина очень жадная. Это соперница ваша. Руки загребущие. Так, это соперница вышла. Мы спрашиваем о мужчине. Мужчина. Что за мужчина? А мужчина прячется. Трусишка такой. Зайчишка трусишка. Боится показаться. Вот тут соперница вышла. Женщина лбами сталкивает. Доводит ситуацию до того, что женщины сами пытаются решить этот любовный треугольник. А он так в сторонке за этим наблюдает. Руки потирает. Как бы я ни при чём. А что я могу сделать? Может быть даже он и злится на женщин. Зло своего вмещает. Но всё равно, дорогой. Ты же допустил это. Ты допустил эту ситуацию. Напустил всё на самотёк. Когда женщины пытаются уже каждое своим способом. Кто честным путём, кто нечестным. Каждая пытается своим способом. Кто на что гораздо, называется. Решить эту ситуацию. Потому что женщины видят, что... И это соперница ваша, и вы. Вы видите, что он не может никак её решить. Он не может никак её разрулить. Он ещё сильнее зарывается. Закапывается. Создаёт ещё больше проблем. И женщины уже из-за исходности, от отчаяния берут эту ситуацию в свои руки. И вот, да. Он тут даже его и... Вот я уже сколько карт выложила. Он тут и не появляется. Боится показаться. Прячется. А чё ж ты боишься? Чё ж такое? Тайна. Обалдеть. Говорит тайна. Карта называется тайна. Молчок. Я не хочу, чтобы кто-то знал. Да? Обалдеть. А почему ты не хочешь знать? Знать ты не хочешь. Ну тоже как бы закрывает глаза. Не зря у меня это слово выскочило. Он на эту ситуацию закрывает глаза. Не хочет посмотреть правде в лицо. Почему ты не хочешь, чтобы знали? Потому что что? Что? Обида вот какая-то. Почему ты не хочешь, чтобы знали об этом? Пьёт мужчина. Ну потому что он понимает, что иначе ему нужно брать эту ситуацию в руки и как-то всё разруливать, как-то всё решать. Подрудиться придётся. Потому что действительно настолько уже зарылся, закопался, что теперь, чтобы это всё разрулить, надо приложить уйму сил. Быть мужественным, быть храбрым. Взять какую-то ответственность на себя. Принять решение. Вести себя как мужчина. А ты что, не способен на это, да? Вот ему проще как-то в алкоголь уходить. Так, мужчина. Ну вот не хочет он никакую о себе что-то рассказывать. Что-то он там обиделся. А что ты обиделся? На что ты обиделся? Почему ты молчишь? Почему ты молчишь? Злится очень сильно. Бумеранг сейчас прилетел, получает по заслугам. Расставание произошло с некой женщиной. Так, вот то есть он прячется, злится на вас, да? Что на вас, с кем у вас и из вас произошло расставание. И он сейчас бумеранги получает. И он сейчас бумеранги получает. Башня прилетела. И хоть он там бумеранги и получает, но все равно человек остается в этих своих иллюзиях. Но не хочет он вправде в глаза смотреть и все. Хоть ты ему кол на лбу чеши. Вот все он закрывается от реальности. А скажи, так тебе и надо? Так тебе и надо? Ну, судя по бумерангу, да, действительно так и надо. Ты это заслужил? Конечно. Болезни сейчас получает. Конечно, заслужил, потому что вышла женщина-целительница. Обидел эту женщину. У которой очень сильная энергетика, сильные руки. Может быть, людей лечит. Исцеляет. Вот он обидел эту женщину. Действительно, получил по заслугам. Так. А как он должен был себя вести? Да, вот непотребно. Непотребно вел себя с вами и заработал. Карму свою заработал. Теперь отрабатывай, дружище. Прячься, не прячься. Обижайся, не обижайся. Отработать карму придется. По страшному суду, по высшему правосудию. Вот вышли правосудия, карты, чаша. Все равно отвечать заставят. Как бы ты там не обвинял эту женщину, как бы ты на нее не злился, но ты же понимаешь, да? Правда есть правда. Как он должен был себя с вами вести? Так, тут рассказывают по сексу, страсть была, магию использовали. Женщина другая магию использовала. И сама в тупик зашла в этом треугольнике. И он, и вы тоже. У всех разбито сердце. У всех участников этого треугольника. У всех разбито сердце. Каждый получил что-то свое, да? Если вы не заслуженно, но все равно вы что-то вы получили такое. А не заслуженно. Ну, то есть, все участники пострадали, скажем так. Как он должен был с вами вести себя, скажите? Быть для вас защитой. Быть для вас стабильностью, опорой. Вот как настоящий мужчина, на которого вы можете положиться. Он должен был с вами вести себя, вот как и с этой княгиней. Уважать вас, почитать. Действительно молиться всем богам, что ему выпал такой шанс. Встретиться с такой женщиной. Достойной, шикарной. По дельфину. Которая любит искренне, открытой, чистой любовью. Да, несмотря на то, что это княгиня. Княгиня, то есть, какой-то статус уже имеет женщина. Может быть, раньше вы и не имели этого статуса. Он, может быть, не заметил, да, не разглядел вас. Но сейчас, годами вы этот статус, свой закон и приобрели. Да, вы зашли на этот свой трон. И несмотря на то, что вы и достаточно обеспеченные, но вы не требовательные. В том плане, что... Ну, может быть, да, вы требуете к себе соответствующего поведения, но вы любили его не за что-то, не за деньги. Вот в этом плане. Вы его любили не за деньги, а действительно, вот просто так. Просто так. Искренне, чисто. Вернуть вас хочет. Так вот, он должен был к вам обращаться с уважением на вы, да, уважаемая. Вот так вот. Сейчас наблюдает за вами. Как же, что моя ненаглядная поживает. Я хотя бы глазочком, я хотя бы вот мельком подсмотрю за твоей жизнью. Как ты живешь вот в этой, да, в этой своей прекрасной жизни. Как я хочу вот хотя бы прикоснуться, немножко понаблюдать. Потому что у вас сейчас удача, говорят, прилетела, да. Прилетела, накрыла вас. А вы делали какие-то ритуалы по раскрытию дорог, да. По раскрытию возможностей. Завидует, обзавидовался уже вашему счастью, вашему благосостоянию, вашей семье. Вашей способности, несмотря ни на что, держать семью в кулаке. Держать хозяйство в кулаке, да. Вот у вас такая вот способность есть. Как бы там ни было, вы всегда выживете. Вы сможете все до ума довести. А ты что? Почистились, говорят, да. Вы уже не эта марионетка, которой можно управлять. А он что? А он что? Надо же, что осознал, что я люблю тебя. Гриша, и почему я в тебя такой влюбленный? Гриша, и почему я в тебя такой влюбленный? Плел в свои сети, плел, плел этот паук. И в них же и попал. Что, разбили вы ему это сердечко, да? Разбили. Как вы ему разбили сердечко? А, карму сейчас свою несет. Оставили его один на один со своей кармой. Ну как так можно? Совести у вас нету. А ты как хотел? Вот я теперь несу сам эту свою карму. Ношу тяжелую, один. В одно лицо, да? А как ты хотел? Как ты хотел? Сплетничает. Как ты хотел, скажи. Хотел, чтобы ему помогли. Да? Да. Да, хотел, чтобы вы помогли. И потом. Тут у него еще идет такое, что вот в душе, в душе, где-то очень глубоко, у него такое самообичевание. Он сам себя за что-то наказывает, обвиняет сам себя. Наказывает себя, винит, обвиняет в том, что выбрал не ту дорогу. Вот он когда-то был на развилке. Он стоял перед выбором. Вот тогда нужно было какую-то ясность. Значит, повести себя здраво. Как здраво? Что это имеется в виду? Как здраво нужно было себя повести? Не создавать эти любовные треугольники. У него было предчувствие когда-то, вот как-то на душе у него когда-то было тяжело. Вот когда он создал этот любовный треугольник, когда он начал встречаться с другой женщиной, у него было на душе тяжело. То есть интуиция ему подсказывала, что он делает что-то неправильное. Когда обижал эту женщину, чистую, наивную, такую, открытую. Но он закрыл на это глаза. Да, как крыса себя повел. Девушка эта близко его очень слишком подпустила. И доверяла до последнего. Он ей делал больно, предавал ее, а она все равно доверяла, верила, что что-то изменится. И у него тогда было предчувствие, что он как будто бы неправильно поступает. Когда он ее обманывает. Потому что он видел, что она любит искренне. Что она хочет с ним, да, вот обычного простого счастья. Семью построить, жить вместе, вот полноценной семьей. То есть это обычное такое человеческое желание, да. Она просто счастье хотела. Она действительно его любила просто так и искренне. Но он этого предчувствия не послушал, интуицию не послушал. И сейчас он себя винит, что не ту дорогу выбрал. А сейчас он был бы у власти, говорит. То есть он бы сейчас получал бы какие-то свои плюшки. Вот если бы я выбрал правильную дорогу, не свернул куда не надо, я бы сейчас сидела на этом троне, на этой у власти. А женщина эта поплакала, поплакала и возродилась. Да, на ней очень тут тяжелые ситуации вот свалились. Она не просто поплакала. Ну, кто-то, может быть, и отделался легким испугом. Но есть такие вот по этому кресту, по этому кресту. Видите, вот на кладбище возле креста женщина лежит. То ли она мертвая, то ли потеряла сознание. То есть для кого-то эта ситуация с мужчиной обернулась очень трагично, очень печально. Кто-то, может быть, так сильно болел, что... Ну, просто вот уже, может быть, некоторые люди похоронили мысленно. Мысленно уже похоронили, готовились уже хоронить. Но вы возродились, вот как эта птица Феникс, из этого пепла. Вот побывав на этом кладбище, образно говоря, уже одной ногой там были. Ну, уже не то, что одной ногой, я же говорю, а некоторые люди вас уже похоронили. Вас уже считали, что ну это дело времени, сегодня-завтра она умрет. Ну, вы каким-то чудным, чудесным образом возродились вот из этого пепелища, из этого днища поднялись. И вот он вас видит, что вы, конечно, вы сейчас женщина, как вы одержали победу. Вы одержали победу, побывав на этом дне, когда он вас опустил на это дно. Поэтому вы возродились, то есть он даже вас как будто бы боится. Потому что, ну, это значит, нужно обладать какими-то силами потусторонними, может быть, даже недобрыми, выжить из той ситуации, в которой вы были. И не просто выжить, а стать еще лучше. Ну, однозначно, что за вами вот кто-то стоит. И низшие, и высшие, все за вами стоят. Вот он даже вас боится. И боится. Тут у него и жаба давит, и завидует. Ну, просто на говно изводится. И понимать, что если бы он был сейчас рядом с вами, вот все те бонусы, плюшки, которые вы сейчас получаете, у каждого по-своему, да, у каждой свой уровень. Но если бы вот он выбрал правильный путь, если бы он остался бы с вами, он бы сейчас это тоже все получал через вас. Очень заинтересован в деньгах, мужичок. Так, вы, говорят, молились за него, да, за него молились. Вообще, говорят, много молитесь. Если нет, то для вас совет молиться. Да, вот он думает, что вы какую-то сделку сделали. Так, еще что об этом мужчине. Ну, мы выяснили, да, так ему и надо. То есть, он действительно это заслужил. Он осознанно это делал. Это разочарование он заслужил осознанно, потому что вот по бесам, бесы попутали, сущности какие-то в нем есть, вот эти привязки, даже если не привязки, туда вот дьявол выходил. Человек такой по натуре от рождения. Он, в первую очередь, ищет для себя какую-то выгоду. Да, вот как я сразу сказала. Ищет для себя более выгодную женщину, более привлекательную. Вот когда-то вы ему показались менее привлекательной, когда-то он загорелся другой, и он посчитал, что вот та другая будет лучше для него, что я достоин лучшего. Ну а ты что? Ну что, что с тебя взять, да? Ты вот это как дурочка наивная, любишь меня, ну толку мне с твоей любви, да? Вот как-то так. И сделал ставку именно на какое-то материальное благополучие и проиграл в этой игре. Да, может быть, и какое-то время он и наслаждался этой жизнью. Да, но все равно время показало, что это, ну это же все такое временное, временное, да? То, что быстро пришло, так же быстро и ушло. Все равно он проиграл. Так, у вас тут сейчас удача, а к вам удача наоборот поворачивается. Потому что то, что вы пережили, вы и не должны были это все пережить. Это вам не по судьбе, не по карме. Это вот этот мужчина, да, создал для вас вот эти ситуации, когда вы переживали, плакали, болеть стали и теряли, может быть, и ребенка теряли. И по-женски у вас ударило. И не только еще. С кровью могут быть какие-то проблемы. С кровью, с сердцем. То есть вот все, что вы это пережили, сейчас вам идут от вселенной бонусы. Удача к вам поворачивается. Вы обретаете свою силу. И говорят, надевать вот эту маску, не показывайте свои эмоции впредь. Не открываться всем людям. Да, в частности, вот этому мужчине. Не показывать свои эмоции. Не позволять ему, чтобы он мог вам не как-то еще манипулировать. Оставлять при себе свои какие-то чувства. Да, тут больше вот о чувствах говорят. Так, вы поняли, да? Конкретно имеется в виду об этом мужчине. Не показывать ему свои чувства. Вот надевать вот эту маску, каменное лицо, чтобы он не мог вами как-то манипулировать. И впредь вообще с людьми. Да, быть открытой, но при этом не до конца показывать свои чувства. Вот не открываться на все, да? Что-то за собой оставлять. А вы так, конечно-то, открытая. Так. Верная, говорят, искренняя. Любите? Искренне прямо. Женщина вышла, которая пьет. Она сейчас тоже получает вот свой бумеранг. Весь этот ее мир сгорел дотла. Что-то она ему подливает, эта женщина. Дорогие мои, вот такой для вас был сегодня расклад. Очень сумбурный, да? Я вот хотела на мужчину вот все расспросить у него. Но сразу тут вышла эта ваша соперница. Он вроде бы вот прятался-прятался. Стыдно ему. Ну, трус. Прячется всю жизнь. Вот так он и прячется за спинами женщин. То за вами прятался. Как-то вас подставлял. Теперь за ней, за другой. Он не способен как-то открыто сказать свои намерения, свои мысли. Открыто сказать, что он хочет, на что он рассчитывает. Не способен мужчина открыто признаться, к примеру, в своих поступках. Вот он, вот этот, как трус, прячется, да? Все вот прячется. Сидит там, изводится на гомно, значит, но прячется. До последнего. Я свою вину признавать не буду. Я не виноват. Значит, себя в иллюзии вгоняет. Сам себя обманывает, пытается обмануть. И других тоже. Что я не виноват. Да, там, к примеру, я тебе ничего не обещал. Я тебе ничего такого не говорил. И так далее. Все, все вот выкручивается. Ну что же. Так тому и быть. Так пусть он до конца, да, в этих иллюзиях и живет. Все равно на смертном одре осознание все равно придет. Ну, уже будет поздно. Все равно в следующем воплощении будет такая же ситуация с ним. Он должен будет эту ситуацию проработать. Или он окажется на месте женщины, которую будут также предавать и обманывать. Или если он родится в теле мужчины, в мужском теле, то женщины будут с ним так себя вести, будут его предавать. Но так или иначе ему вот эти вот женские слезы придется отработать. Не в этой жизни, так в следующей. Ну и в этой жизни, вот судя по картам, уже он тоже отрабатывает. Не все коту масленица, понимаете? Все. Пишите комментарии, насколько, насколько отыгрался у вас расклад, потому что очень сумбурный. Я вас благодарю за просмотр. Вам всего хорошего. Всех вам благ, приятного аппетита, хорошего настроения и самочувствия. Продолжение следует...